Всем привет, это канал ТОП ДОТА. Сегодня у нас специальный выпуск быстрых фактов, и вы уже знаете, кому он посвящен. Уверен, что фишки из этого видео пригодятся немногим, ведь мипа не самые популярные герои, но я думаю, что узнать о них вам всё равно будет очень интересно. Undyne к своим первым скиллом воротил только у главного мипа, а клоны не получают никакого дебафа. Соответственно, и Undyne не может апнуть себе 5 стаков силы за 1 каст Дикея. Мипа может использовать пуш не только на своих клонов из ультимейта, но и на любые свои иллюзии. Например, можно прилететь всем отрядом на репликейт, созданный союзным морфлингом, чтобы загангать врага, или эскейпиться, а не держать для этого отдельного клона на базе. Если вы играете с Зевсом и увидели лоу-хпшного мипа на другом конце карты, то не стоит рано радоваться. Ультимейт Зевса наносит урон не по всем его клонам, и даже не по самому надамаженному, а только самому основному мипа. Если мипа имеет в рюкзаке Айегис, то после смерти вся кампания возродится возле главного геомансера, даже если клоны в момент смерти были от него очень далеко. Треки Баунти Хантера могут вешаться на любого из клонов, и в одно и то же время может висеть их сразу несколько. А так как убив одного миппаря, умирают все сразу, то и деньги вы получите за каждого клона, который был под меткой на момент убийства. Спасибо всем за внимание, на этом у меня всё. Напоминаю, что вы можете прислать свои интересные фишки, касающиеся игровой механики мне в ВК, и в одном из следующих выпусках я о них расскажу. Ну и не забывайте лайкать, подписываться и смотреть предыдущие видео, там тоже есть много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok